Добрый вечер, с вами программа «Политика» и я, Наталья Морарь. Молдавская элита продолжает бить рекорды по недоговороспособности. Пошел уже 46-й день с дня отставки правительства Стрельца, а ВОЗ и ныне там. Что же у них не выходит? Почему у нас не получается назначить новое правительство? Пытаемся понять сегодня с моими гостями в студии. Я приветствую Дмитрия Чубашенко, директора газеты «Панорама». Добрый вечер. Виктора Чабанова, экономиста, политического аналитика. Добрый вечер. Добрый вечер. Виталия Андреевского, директора Института эффективной политики. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Слуцарев, главу ассоциации «Уни Агропротект». Добрый вечер. Добрый вечер. Вчерашний день зам заместитель лидера партии платформы «Дементати Шагева». Здесь сразу же конфликт интересов, господин Бацан. Надеюсь, что сегодня во время программы мы будем... Есть конфликты интересов. Директора Дементрия Бацану, возвращайтесь в семью, господин Бацан. Говорю официально. Возвращайтесь в семью. Здесь в студии вас так не хватает. Сегодня состоялся очередной раунд переговоров по формированию нового большинства. Вернее, первый раунд переговоров, потому что до сих пор, я так понимаю, имели место консультации. Чем отличается одно от другого, непонятно. Но, наверное, политики понимают, о чем идет речь. Посмотрим, что они заявили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы ждем ответ на план действий по перезагрузке главных государственных институтов, которые обеспечивают контроль, наблюдение и соблюдение закона, а также его регулирование. Мы отметили, что это должно стать общей целью, которая будет применяться на практике. Мы собираемся при следующей встрече обсудить формулу распределения ответственности в правительстве. Дискуссии касались механизмов формирования правительства. Точнее, формирования парламентского большинства и того, как мы сформируем правительство, и как это правительство должно работать. Мы договорились, что завтра продолжим наши дискуссии. Их сложно назвать переговорами, потому что мы сталкиваемся с условием. Или так, или никак. Старпоряк, ну, курса упор нет. Кажется, что лед тронулся, потому что либерал-демократы пришли на переговоры. Это с одной стороны. С другой стороны, если раньше говорили, что нужно вместе найти кандидатуру премьер-министра-технократа, сегодня они пришли с предложением, чтобы пост премьер-министра достался им. Как говорится, обсуждаем, обсуждаем, а результата нет. Надо сказать, что Валерий Стрелец действительно сказал на том, что либерал-демократы настаивают на том, чтобы кандидатура на пост премьера была выдвинута ими, поскольку, цитата, это будет гарантией того, что кандидат будет не аффилирован политически. Так это будет или нет, непонятно. Господин Чебошенко. То, что не говорят, заявляют, я не знаю, стоит ли это уже воспринимать всерьез, 45 дней. 46-й день пошел, они все встречаются, заявляют, обещают. Несколько раз переносили сроки, когда у нас будет сформировано новое правительство. Почему же не идет? Что не получается у них? Ну, по-моему, действительно, ситуация очень-очень понятная, все ясно, что происходит. С одной стороны, демократическая партия заварила всю эту кашу с отставками, арестами, и теперь не знает, как выбраться из этого болота, в которое попало. Она сейчас находится в самой слабой переговорной позиции, потому что либерал-демократам, в принципе, терять уже нечего, их лидер сидит в тюрьме, значит, заместитель лидера отправлен в отставку. Ну, либералы, они как бы, европейские народники, они ни при чем, они играют роль подтанцовки во всей этой пляске. А демократам есть что терять. Плохотнику он может потерять банки, телеканалы, гостиницы, заводы, пароходы, партии, власть, в конце концов, и свободу. То есть он находится в очень сложном положении, потому что он в конфликте и с ЛДПМ, и с американцами, и с западными партнерами, как они их называют, и в последнее время, насколько я понимаю, самим президентом Тимофти. Теперь задача либерал-демократов просто тянуть время. Если они начнут настоящие переговоры где-то 27-28 января, то я думаю, что к 29 января демократическая партия или она остаст, все позиции, или придется идти на выборы, что для нее тоже плохо. Но до недавнего же пор казалось, что у демократов, господина Плохотнюка, есть какое-то секретное оружие, которое может убедить любого, всякого, даже все, что не движется, все, что не летает. Об этом тоже говорил, секретное оружие – это дубина, репрессивная дубина, которой они надеялись загнать ЛДПМ в какую-то новую колесу, в которой они уже все будут контролировать полностью. Но либералы-демократы заслуживают в этой ситуации действительно большого такого уважения. Они заняли твердую позицию и не хотят идти просто так в какую-то коалицию, выдвигая условия, которые неприемлемы для демократической партии. Это, не знаю, отставка Канду в последний раз, по-моему, не прозвучала, но беспартийный пример и замена 12 руководителей ключевых структур, на которых вообще держится вся система Плохотнюка. То есть он на это пойти не может. С другой стороны, жестко вмешались американцы, насколько я понимаю, в эту ситуацию. В четверг здесь навалился заместитель НУНТ. Да, приезжала Кэтрин Бринг, ее зовут. Она встречалась официально, были сообщения с ЛДПМ и с ПКРМ. Может быть, и с другими встречались. Я уверена, что и с другими тоже встречалась, просто никто об этом не заявил. Наверняка. Да, то есть информации нет, но насколько мы можем судить по прежним заявлениям европейских и американских дипломатов, они любой ценой пытаются не допустить досрочных выборов. То есть у них там калькулятор, вот цифра 51 на калькуляторе, она должна появиться. В какой комбинации, мне кажется, им теперь уже все равно. Но они уже однажды так постарались в 2013 году, мы помним, к чему все это привело. Настояли. Не, ну они же подходят ко всему довольно-таки формально. Вот, например, недавно в Киеве был Байден, да, он сказал, что яценюка снимать нельзя, но с коррупцией бороться нужно. Вот как, ну непонятно. То есть и так плохо, и так плохо. И здесь тоже, вот лишь бы не допустить выборов, это первый сейчас кризис пройти, потом решить вопрос с выборами президента, а потом они уже как-то разберутся. Всех построят, всех поменяют и зачистят. Господин Сусарь, почему не идет процесс переговорный? Ну, у нас Византия. У нас это уже, наверное, все понимают. Византийская политика. Мы все питаемся слухами, намеками, какими-то там сплетнями. Абсолютно понятно, но для меня, по крайней мере. К сожалению, ничего другого не остается. Да, к сожалению. Самое главное, ньюсмейкеры не хотят приходить в студию. Попробуем построить какую-то логическую цепь на основании тех слухов, там какой-то инсайдерской информации, по крайней мере, которой я располагаю небольшой. И то, что мы видим на этих вот заявлениях, такие два говорю, четыре в уме. Понятно пока следующие вещи. Первое. Пока ключи от города находятся в Нобеле, у господина Плохотнюка. Он хозяин царь горы, он шесть лет стремился к этому, получил, и сейчас не знает, что с этими ключами делать. Это первый момент. Момент второй. Всемогущество Плохотнюка проявляется в условиях, когда государство хоть как-то, хоть со скрипом, но действует. Вот он сознательно расшатал вместе с Филатом за шесть лет все институты власти. Расшатал их до такой степени, что почти, я не знаю, я до сих пор думал, что хотя бы ЗАГС работает, но последний вот репортаж, видео какая-то там очередь, я понял, что уже и ЗАГС нормально не функционирует. Расшатал их до такой степени, что они не работают. Сейчас он оказался вокруг этих государственных расшатанных структур, и они не работают. И в условиях, когда государство трещит, экономика идет ко дну. Уже, мне понятно, на прошлой неделе мы общались с Министерством финансов, я уже знаю, что в отсутствии 60 миллионов от румын мы рискуем очень сильно. Не то, что рискуем, а скорее всего не будет выплат. Но если еще за ноябрь наскребут зарплаты и пенсии, то за декабрь, учитывая, что в январе экономическая активность падает до 15-20 января, не будет выплат. Уже с субсидиями аграрии почти попрощались за этот год. Нам сказали это почти твердо. Вот в этих условиях всемогущество Плохотнюка резко снизилось, потому что очень трудно контролировать страну, которая уже не может двигаться. Все, уже ты как-то не крути, ты вроде и за рулем, и за рычагами, а не двигается ничего. В этих условиях что видно, и что видно, скажем так, у каждой партии? Я знаю точно, что в ПВДМ есть группа людей, шантажабельных, покупаемых, не знаю, которые готовы проголосовать по отмашке Плохотнюка. Но их недостаточно для того, чтобы сделать так, как хочет Плохотнюк. Я знаю, что ведется работа с такой группой, чтобы она вышла от коммунистов, потому что полностью всю фракцию коммунистов не смогли. Коммунисты посмотрели, какой у них рейтинг. Да, рейтинг плохой, рейтинг тяжелый, но проходной. И для того, чтобы голосовать старое правительство с министрами-либералами, они не согласны. Но это же можно было за 45 дней спокойно сделать. Почему до сих пор это не произошло? Потому что кто-то пытается все это сдвинуть ровно к Новому году, когда люди начнут пойти в пьянку, забудут. Я слышал об этом, и мы поговорим об этом. Я не очень верю в эту идею, хотя она имеет право на существование. На мой взгляд, сейчас, возможно, три сценария. Первый сценарий. Я согласен с господином Чубашенко, по крайней мере. Не имею здесь инцидентской какой-то информации, но по тем заявлениям, что это было сделано, американцами, а потом по ВДМ, явно, что американцы склоняются к тому, чтобы следующий премьер-министр был действительно более-менее независимым. Будь то Стурза, будь то Санду, будь то третья фигура, но они не хотят, чтобы дальше все контролировалось в Лохотнику. И вот заявление в воскресенье господина Стрельца, оно было жестче, чем предыдущее. Если раньше он говорил про какие-то нулевые непонятные варианты, про неафилированного премьер-министра, чтобы было более-менее понятно, про деполитизацию, то сейчас к этой деполитизации он добавил непременную отставку 12 руководителей до инвеституры правительства. Я думаю, что это следствие дискуссии с американцами. То есть ясно, что американцы дают всеми способами возможными на грани дипломатии показать, что они против Лохотнюка. Здесь я вижу, еще раз повторяю, три варианта. Либо будет независимое правительство, такое во главе с Турзой, или Майя Санду, или еще не знаю кем, но это будет независимое правительство от демократов. В этот вариант я почти не верю. По причинам, которые вышеизложил господин Чубашенко, я 5% даю. Второй вариант, это все-таки демократы додавят и сделают, скажем так, такое правительство без альянса, когда независимых депутатов будет в два раза больше, чем фракции в парламенте. И мы получим голоса 13 либералов, 19 демократов, 5 человек нынешних независимых, 5-6 выбитых из ПВДМ, и человек 10 вышедших во главе, допустим, с Решетниковым, или там, не знаю, с Огородним. Там есть варианты, насколько я знаю. Вот такое вот будет, как говорю господину Лупу, большинство вокруг правительства. И будет сделано вот это вот правительство, которое, я не верю, что оно... Да, оно не решит проблему выбора президента. Ну, дальше будут работать, это будет передышка. И третий вариант, 29 января, это срочный выбор. Вот три варианта, которые я вижу на сегодняшний день. Будет у нас за Новый год в правительстве или нет? Мне понравилось насчет ЗАГСа. Я обмекнул, вы что, там, регистрировали свои отношения с Кертуакой в ЗАГСе? А при чем тут с Кертуакой? Нет, ну, плохо работает ЗАГС, сказали. Это у вас такое домашнее задание было, да? Вам сказали, так сказали. Да, 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 мне сказали, и я записал. Вы, 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 выполнили, получили десятку сил. Да, я записал. Десятку чего, господин Суэль? Мы потом сделаем. Не, уточните, десятку чего. Десятку чего. Вам это важно, да? Я надеюсь, не оценка, а другое. Это как передача «Угадай мелодия». А рубль у нас сегодня равен швейцарскому франку. Мне нравится, вот, когда мы говорим, что у нас никто ничего не знает, потому что у нас нет информации, но, оказывается, у нас все все знают. У нас все знают расклады, кто, кого можно купить там, кого можно продать туда. Но, господин Андреевский, вы точно должны знать, как директор института эффективной политики. Да, да, да. Значит... Вам по статусу положено. Давайте, как бы, вот эти все конспирологические версии, кого купят, кого перекупят, немножко оставим. Зачем нам нужен премьер? Значит, кому-то премьер... Действительно, зачем? Мне понравилось, Гимпус сказал... Живем же без премьера. Нормально. Не то, что мы очень хорошо, но живем. Гимпус сказал в одной передаче, ну, видимо, он как бы проговорился. Говорит, да, конечно, там президент предложит, мы проголосуем, но мы не будем его поддерживать. Да какого черта голосовать, если ты не собираешься его поддерживать, там, какого-то премьера? На самом деле, нам премьер, наверное, нужен по двум причинам. Для одних нужно, чтобы не было досрочных выборов, для других нужно, чтобы были досрочные выборы, чтобы не избрали премьера. А можно подробно, для кого нужен, для кого не нужен? Ну, допустим, платформа, да, хотела бы, чтобы были досрочные выборы, я имею в виду уже партия. Да, да, он не очень, но хотел бы, а, конечно, самое большее хотел бы усатый, потому что это возможность не возвращаться в любимые Бельцы. А из нынешних партий, которые переговоры ведут, кто-то хотел бы досрочных выборов? Нет, я думаю, что никто не хочет, даже либерально-демократическая партия, потому что не очень хорошая почва для выборной кампании. Коммунисты, несмотря на то, что они вроде бы проходной рейтинг, но надо будет тратиться на выборы, что очень не устраивает Воронина, и к тому же еще и потерять количество. А может быть даже не пройти, потому что неизвестно, как все дальше на выборах ляжет. Мы прекрасно понимаем, что это опросы вчерашнего дня, что будет завтра, непонятно. Но я хочу к другому вернуться, по премьер-министру. Мне кажется, что самый удобный вариант, чтобы не мучиться вот в этой ситуации, чтобы президент пришел в парламент, или пришел человек от президента, и настоял на мягком рейтинговом голосовании от каждой кандидатуры. Вот либерал-демократы выдвигают, либералы выдвигают, если хотят участвовать в выборах коммунистов, они выдвигают, демократы выдвигают, ну и группа лянки выдвигают и пропускают, собираются, неформально, безусловно, это не конституционная норма, собираются все депутаты и мягко, ну не хотят социалистов, они не участвуют. То есть, грубо говоря, четыре кандидатуру предлагают? Да, и определиться, кого они наконец-то будут поддерживать. Хватит искать разные варианты, этот придет, этот. Потому что на самом деле, кто бы ни пришел, суперсвятой человек, если его в парламенте не будут поддерживать, он ничего не сделает. Тут такая вещь, или он должен полностью подчинить себе парламент, хотя бы эти 51-52 голоса должны его штыки быть, или он в пустую будет работать. А теперь надо как бы посмотреть, кто это может сделать. На самом деле, я сейчас скажу кощунственную вещь, кроме Плохотнюка, в этой ситуации это никто не может сделать. Да, я согласен. Или надо избирать Плохотнюка, или надо к черту распускать этот парламент и на этом дело заканчивать. Пусть даже, я долго как бы с этим не мирился, что там возьмут определенные силы, аффилированные на Восток и так далее. Но может быть надо и это пройти. А можно узнать поподробнее, почему кроме Плохотнюка больше никто не сможет? Во всей стране не найдется другого кандидата? А кто у нас независимый? У нас единственный человек, от которого все зависит, а он ни от кого не зависит. Этот человек Плохотнюк, он от ГИМПа зависит, он от Воронина зависит, он от Лянки зависит, от Лупы зависит, он ни от кого не зависит. Проблема в том, что он и от людей тоже не зависит, вообще не зависит никак, от нас вообще не зависит. А вот тут мы должны, я повторяю, мы должны... А в общем и хотелось, чтобы эта связь существовала. Понимаете, или мы его вытаскиваем из тени и говорим, вот все, ты отвечаешь за страну, не за свой бизнес, не за партнеров, ты отвечаешь за страну. Ну, справится, звезда героя или что там надают, орден републики, молодец. Не справится, все, он окончательно уходит с политики. Уже спрятаться нельзя будет. Что последний месяц, а может быть даже чуть больше, некоторые люди из окружения Плохотнюка очень часто говорят именно об этом сценарии. То есть такое ощущение, что они именно его и подготавливают. Ближе к Новому году, когда люди уже войдут в раж корпоративов. Ну, вы знаете, Наталья, что я об этом говорю уже год. Я знаю. Я считал, что Филат должен быть председателем парламента, он должен быть премьер-министром. Один уголовник не прошел. Да, сейчас давайте не будем обвинять человека, которого не судили еще. Хорошо. Давайте без этих. И, кстати, мне страшно не нравится, когда говорят, что вот стрелец защищает Филата. Слава Богу, защищает. Значит, совесть еще есть. А вот когда люди питались от Филата, бегали возле Филата, а потом кинули Филата, поэтому я очень позитивно отношусь к тем людям, которые защищают. А суд потом определит, виновен или не виновен. Это уже совершенно другая история. Но сейчас ярлыки бы не хотелось развешивать на разных людей, на любого. У меня один вопрос есть только, если можно, господин Андреев. Как вы считаете, Плохотнюк несет политическую ответственность? Оставим в покое презумпцию невиновности. Политическую ответственность за то, что произошло в 6 лет в стране. Вот за то положение, что сейчас могут пенсии не выплачиваться, зарплаты, субсидии. Вот за то, что с 73% до 37% упало количество сторонников евроинтеграции. За все это он несет политическую ответственность? Я бы не говорил о политической. Он несет ответственность, но у него всегда есть причина оправдаться. Я не был на первых ролях. Но все контролировал. Но он же все контролировал. Понимаете, я вот много раз на эту тему с Филатом говорил. Он говорит, понимаешь, когда в правительстве одно дело контролируют, со стороны ты можешь, с этим министром, с тем, но ты процесс не контролируешь развитие страны. Но вы же сами сказали, что от него все зависят. Полную свободу слова, господин Андрецкий. Не, ну, понимаете, не в этом дело. Я считаю, надо дать год Плохотнюку. Можно даже обговорить, что будет... Все народный референдум по... Секундочку, давайте серьезно будем говорить. Потому что на самом деле, меня что пугает? Меня пугает, что появится марионетка. Что на самом деле будет Плохотнюк там управлять страной, а появится какой-нибудь Пупкин, и мы как бы выйдем, и снова будет там ситуация. Я хочу услышать до паузы и остальных двух гостей, господин Чуманов. Как вам такой сценарий? Я не знаю, мне кажется, он совершенно фантасмагорией такой, которая... Я ее слышал не один раз, причем делали какую-то параллель почему-то с Сергеевым и с успехом господина Шора на этом посту. Но я хотел бы обратить внимание, что Аргеев – это маленький городок, выиграл выборы 16 тысяч голосов, там, по-моему... 8 тысяч. Ну, всего 16, да, то есть он выиграл половину, и там 4 улицы туда и 3 сюда, из которых там 3 были заасфальтированы. То есть провести такой эксперимент в масштабах страны, мне кажется, это совершенно фантастической идеей. Ну, а если финансовые возможности намного больше? Это чисто нет финансовых возможностей больше. Нет денег ни внешних, ни бюджетных. Свои 2 миллиарда. Общие нужды. Ну, хорошо, господин Иванович, если следовать этой логике, есть вариант... Пункт 1. Пункт 2. Невозможно управлять страной, входя туда. Господин Шор был достаточно нейтральной фигурой, о которой мало кто знал, кроме Кишиневских... Ну, вообще-то он был фигурантом дела, самого крупного коррупционного дела. Деловых кругов, все равно. Плохотнюк известен по всей стране. Как вы уже... С рейтингом минус 93. И как... То есть, понимаете, в чем проблема? Ведь государство-то не то, что вот... Там хорошие ребята договорились, сказали, вот, ладно, давай порулим и посмотрим, что из этого получится. Ведь Плохотнюку придется при этом вести переговоры с Международным валютным фондом. Например. Вот это у меня уже первый вопрос. Приедет ли валютный фонд в таких условиях? Учитывая то, о чем говорили, что вот... Насколько мы понимаем, опять же, судя по внешним сигналам каким-то, что эмиссар от госпожи Нуланд приехал, и большого энтузиазма по этому поводу, вероятно, не высказала. Это мы видели по сегодняшней реакции господина Лупу. О том, что его неприятно удивило ужесточение позиций, на самом деле, либерал-демократов, которые просто конкретизировали свою позицию и сказали, вот, сначала будет реситаря, перезагрузка вот этих 12 директоров, а вот дальше мы будем говорить обо всем остальном. А чтобы не было разночтений, как говорят юристы, пункт первый, то предлагать премьера будем мы. А почему они будут предлагать премьера? Потому что результаты выборов 30-го никто не отменял. Выборы 30-го ноября ЛДПМ и во всех предыдущих альянсах им принадлежало право первой опции. И на каком основании демократы сразу после отставки Стрельца взяли на себя инициативу и начали они лепить вот все это вокруг, то есть на основании того, что они отправили в отставку Стрельца, и потом они говорят, что у нас-то уже 19, а у вас вроде 19 минус 1 это 18, а на самом деле депутат Сырбу говорит, а у нас еще два в запасе, которых у нас уже 21, поэтому мы будем предлагать, и вот это наш вариант. Вот оказалось, что то, о чем говорили коллеги, при видимом результате о том, что Плохотнюк практически контролирует уже весь политический спектр, вот такой камешек оказался либерал-демократы, которые заняли жесткую позицию. Он просто перегнул палку. Отставка Стрельца была совершенно ненужным движением. Это было вообще глупое движение. Не знаю, кто ему насоветовал. Это было просто такое какое-то по пацанским понятиям решение. Когда он выиграл, он сейчас контролирует, видимо, вот эту ситуацию. А в реальности он не может, и мы говорим, что 46 дней прошло, он ничего не может слепить, потому что вот так получается, но так ему не хочется, потому что ему не хочется с американцами ссориться. А вот так не получается, чтобы либерал-демократы пришли. Здесь мы должны прерваться, господин Бацан. Возвращаемся к старой доброй традиции. Вы после рекламной паузы. Хорошо? Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Мы возвращаемся в студию. Господин Бацан, что же никак не движется с места в процесс переговорный? Где-то полагаю, что они решают двоякую задачу. Они это кто? Ну, депутаты из трех фракций, так называемых проевропейских. Назначить правительство и заодно решить проблему избрания президента. То есть они решают проблему в пакете. Поэтому у них пока не складывается. Я согласен, что, скорее всего, демократы господин Плохотнюк сможет дожать. Хотя мне очень хотелось бы, чтобы либеральные демократы выстояли. Сегодня я участвовал в дебатах с господином Дилио, который уверял общественное мнение, что их фракция консолидирована и они не уступят. То есть они не согласятся на пример министра от демократов и они будут настаивать на то, чтобы состоялась деполитизация правоохранительных и регламентирующих институтов. Также он подчеркнул, что они будут наставить на то, чтобы имела место деконцентрация средств массовой информации, контроля. Причем он это подчеркнул, что это первоочередные задачи и они не вступят в сговор с... Подождите, до того. И второй момент, который я хотел, дайте мне вот это. Запишет, как и на трусатого своих политиков. Насчет господина Плохотнюка. Меня не удивляют, что есть люди, которые готовы присягнуть на верность господину Плохотнюку. У меня для них есть оригинальное решение. Для того, чтобы господин Плохотнюк стал премьер-министром. Вот господин Чабанов говорил, что у него антирейтинг 93%. Но здесь очень хороший ход. Назвать себя Улиничем и все проблемы исчезают. Вот есть такое решение, очень оригинальное с моей точки зрения. Новый опрос, новый рейтинг. Да, но господин Улиничек гражданин соседнего государства. Еще у нас двойное гражданство. Да, двойный европейский предприниматель. Да, европейский предприниматель. Не аффилированный. Не аффилированный. Вы видите, главное проявить инициативу, главное креативность. Вот на прошлой передаче, Володя Смышевна, где же ваша креативность? Вот, пожалуйста, можно решить проблему красиво. Нет, но все же вы верите в вариант, когда господин Плохотнюк пойдет? Нет, я не верю. Вот господин Улинич может. Я серьезно считаю. Я тоже серьезно говорю. О чем мы тут будем? Ну, не издевайтесь. Ну, 93% они хотят такого человека, не доверяют ему. Как же человек может... Ну, это 93%... Человек все контролирует. И вот есть... Ну, это 93%, а кто это человек? Вот вдруг он решит. Я же говорю, я вам сказал, не настаивайте. Вот если он назовется себя Улиничем, его могут проголосовать. На самом деле, вот я не договорил перед паузой. Я просто прощаюсь. Мне кажется... Нет, все нормально. Любое сейчас решение для демократов, оно плохое. Вот, как говорил господин Чебушенко, они себя загнали. Вот, в угол сами. Вот этими своим ура-шапкозакидательским настроением мы снимем. У нас там 55%, мы будем говорить с этими, потом мы не с фракцией, мы потом по отдельности, потом так. Вот это, оказывается, ничего не складывается. Потому что... С ним бацан поставят на том, что они решают двоякую задачу. Мне кажется, они сейчас уже ее не решают. Не думают. Они уже об этом не думают. День прожитого, не будет одержаться. Абы что-нибудь слепить, получается. Да, шестое издание... Да. Вот это... Шестое издание от того же... От той же сущности. То есть вот этот период закончился, когда была видимость того, что все контролируется, и на самом деле вот сейчас оно все сложится так, как должен, и весь пазл. Вот оказалось, что задачка не из простых, и она не складывается. Приезжают посланцы, говорят, что нужно вот такое. Да. И шлют разные сигналы. Значит, давайте приглашать опять. Они возвращаются, приглашают либерал-демократов. Либерал-демократы ставят условия, они говорят, ну это же невыполнимые условия, давайте они опять возвращаются и смотрят, давайте чего-нибудь с коммунистами. Ссориться с, я еще раз повторяю, с внешними спонсорами никто не будет. И это все понимают. Потому что без внешней подпитки никакой бюджет, никакая экономика, которая... Этот год вообще-то катастрофический был для страны. Он потерян. Я не говорю уже о том, что это была за политика, но с экономической точки зрения, это вообще его можно вычеркнуть. Более того, он еще создает проблемы на следующий год. Это отложенные проблемы. Вот эти сокращения бюджетов, не инвестирования. Ведь инвестиционные все были обрезаны. Бюджетные. Значит, это все. Пролонтирование проблем на следующий год. Поэтому все решения являются плохими. Поэтому, да, мне интересно. Я тоже думаю, что демократы все равно будут настаивать, будут пытаться продавить свой вариант, будут дожимать ситуацию, как у них получится. Я так говорил, после отставки Стрельца, что это будет сборная солянка, неважно из чего и из кого, называться проевропейской. Это неважно, они это обзовут. Но штука в том, что слепить можно, но это не работает. Вот к чему мы придем. Мы создадим что-то, которое не работает. Вот сейчас это уже совершенно очевидно. А вообще, действительно, могут те партии, которые сегодня переговариваются, создать что-то функциональное, эффективное и долгоиграющее, господин Чумашенко? Разве такая задача ставится? По-моему, если мы говорим, что Плохотнюк как бы в центре вот этого идеального шторма, то ему надо сохранить свою власть. А есть ли не досрочные выборы? Что для него, ну, вариант, как последний такой, ултима рацию, но плохой вариант, потому что неизвестно, чем закончатся эти выборы. Или известно. Чудо, а вдруг, когда он сейчас обойдет большинство и не будет нуждаться. И обойдутся без Плохотнюк, и обойдутся с коммунистами. И тогда, действительно, его кандидатура, она может стать компромиссной, без либерал-демпы. То есть он может убедить и ГИМПу, и Воронина проголосовать за себя не за премьера, а за Плохотнюка. То есть он им скажет, Михаил Федорович, Владимир Николаевич, я вас прошу, проголосуйте за меня. Не как за кандидата премьера, а вот за меня, за Владимира Георгиевича Плохотнюка. Мы с вами делали это по отдельности. Давайте сейчас попробуем сделать это вместе. Ради сохранения европейского курса страны. Причем может даже личных денег потратить. Нам всем будет хорошо от этого. И вам, Владимир Николаевич, и вам, Михаил Федорович. Господин Чебышенко, может даже своих личных денег потратить? Я же здесь с вами не согласна, господин Чабанов. Нет, деньги, как говорят бизнесмены, вот может господин слушать. Нет, просто смотрите, у тебя, когда на кору стоит потратить что-то из своих денег, но при этом сохранить три года власти, это как бы можно и потратиться. Надо зашить карманы. Вот получится ли у него зашить карманы, в том числе своим? Вот это вопрос. Вот я хочу этот тезис пару слов сказать. Вот давайте так определимся. Плохотнюк может это сделать или он сделает это? Это как бы разные вещи. Вот я сейчас не могу тут божиться, что он это обязательно сделает. Но если это он не сделает, он быстро слетит. А вот что он может сделать реально? Вот то, что Дима сказал. Закрыть черную дыру таможни, где мы теряем, наверное, до 20-30% доходов. Закрыть черную дыру налоговую. Прежде всего полицейских надо ставить на место. Сейчас, сейчас, секундочку. Налоговую, где черные кассы, сборы денег и так далее. Третье, полицейские, которые рэкет свой установили. Четвертое, договориться с бизнесом. Ребята, мы вас не кошмарим, вы не хулиганите, работаете в белую. И так далее. Вот это самое главное вопрос. Пахатюк может это сделать? Может. Сделает? Это уже другой вопрос. За это я не могу. А своим карман и зашлет? Вот знаете, как чудесное время Воронина. До Воронина была вольница, было очень много рычагов. Воронин, помните, как при Воронине бюджет начал резко расти? Региональный тогда контент был совсем другой. Тогда весь регион рос, как на дрожжах. Росрегион. Росрегион. Но... Надо было быть идиотом тогда, чтобы не расти вместе с регионом. Не надо, не надо. За счет таможни, гастарбайтера, это все будет. Тогда все четко взять. У нас есть действительно деньги в стране. Тот бардак, который в сельском хозяйстве, куда налево уходят деньги. То есть взять под контроль... Я сейчас не могу, я не на месте Плахотнюка, будет он зашивать свой карман или не будет. Это уже проблема партии, которые созданы, чтобы они смотрели за его карманом. Проблема оппозиции левой и правой, чтобы смотрели. Но теоретически он это может сделать. Я просто сомневаюсь, что он пойдет на это. Потому что одно дело стени руководить страной, а другое дело выйти на солнце и сказать, вот я такой. И все. Я беру ответ. Важный, да. Вот это проблема другая. Его утверждать. Примерно завтра выходит 100 тысяч человек на площадь. Их не волнуй. Зашьет он карманы, получится. Он им просто не нравится. Они просто начнут кричать день, вторую, неделю, месяц. Жест Плахотнюк. И тут у него сразу имидж. Не успели его утвердить, а уже жест, да. Значит, тут вопросы есть. Ну и тут маленькая поправка только. А если будет назначен прямо накануне на Луну, да? Мы как-то сконцентрировались опять на таможне, на... Все чужие карманы заживали. Что им мешало поставить на таможню? Представителя демократии. А в министре экономики сделать представителя демократии. Вот что проблема? А можно вот это... Он уже контролирует. А можно вот тоже что-то? Конечно. Можно, спасибо. Вот интересно рассуждает господин Андреевский. Если Плахотнюк пойдет на это, значит, он признает, что все шесть лет, пока обворовывалось Республика Млова, все контролировал и смотрел на все это воровство сквозь пальцев. Он ожидал, что ситуация настолько... Ну, давайте, не все, там были разные группы контроля. Нет, 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 ну это вы говорите, что он придет, он все решит. Значит, он контролирует все. И сейчас контролирует все. Этот человек, который не разговаривает с гражданами. Этот человек не разговаривает с гражданами. Он был представителем народа, он никогда не выступал. Да? Он только разговаривал по телефону, решал проблему. А теперь он контролирует все. Мы признаем и призываем его. Все равно ты все контролируешь. И органы правопорядка, и регламентирующие институты, приди, пожалуйста, и возглавь нас, и реши наши проблемы. Пожалуйста. Вот мне, пожалуйста, да, Владимир Георгиевич Улейнич, приди, пожалуйста. Вот мне это импонирует. Вот такая гражданская позиция. Ну, что ж, ну что ж, ну, логично. Логически все, да? Нет, ну, действительно, или Павел, то есть это, конечно, ничего не имеет общего с обществом, там, с рейтингами. Да, ну а что мы хотим? Это просто будет результат сговора. А дальше получится, получится, не получится, извини. Это будет сговор, да. Выбросить телефон в Женевское озеро и на личном самолете... Ну все, и проблема по-хватилкам решилась. Решится, да. Решится, да. Вот я представляю новогодний обращение, например, министра плакотника к молдавскому народу из-под елочки. Конечно, это решится. Да, ладно, выбирайте того, кто красиво будет обращаться к народу, там, бла-бла-бла. А мы не выбираем в любом случае, Виталий Александрович, это они выбирают. Нет, на самом деле, давайте так выбираемся. Досрочные выборы, так досрочные выборы. Либерал-демократы, мне кажется, им надо было сразу ввести вопрос о досрочных выборах, отозвать своих министров, заявить четко свою позицию. Все, мы не участвуем и никаких переговоров не участвовать. Это была бы мужская позиция. Простите, что плохо в их требованиях? Вы можете сказать, что плохо? Ничего плохого нет. Почему этот вариант вы исключаете? Ничего абсолютно плохого нет. Но сейчас в горячке нельзя все это делать, все это не успеется сделать. Помните, сколько было абсолютно... Только в горячке в отставку правительства... В горячке можно украсть миллиардов. Да, это была ошибка с отставкой правительства. Очень серьезная ошибка была, да. Но они же не признают, что это ошибка. Что сейчас? Вы хотите просто формально, чтобы генпрокурора одного поменяли на другого, когда все не готово? Ни пакета законодательств, ничего нет. А когда вы готовы, господи, господи, шесть лет ничего не делали, мы еще шесть. Шесть лет будем ждать, чтобы все подготовилось, чтобы почва... Слушайте, вот такие странные... Мы тогда, я помню, с Игорем очень спорили. Я говорю, вы идете, вы что-то подготовили, что менять? Где это было готово? Ничего не было. Что вы волнуетесь? Что вы волнуетесь? Волну и ничего не сделали. А что вы хотели, чтобы она сделала? Я бы вам сказал, скажу, что мы пытались сделать. То, что случилось, и потом обратиться в Институт эффективной политики, попросить помочь нам. Разве вы нам не поможете? А почему сразу не обратились? Да мы сейчас обращаемся. Помогите, пожалуйста. А кто вы? Сейчас торговаться с вами легче. Нет, вы в таком качестве обращаетесь. Я в качестве гражданина. А просто гражданина. Хорошо, давайте сядем и вместе будем это делать. Но для партии будет дороже. Для партии, пожалуйста. А партии могут обращаться в ваш фонд? Безусловно. Вот видите, платные обращайтесь по проискуранту. О, платные, видите? А я как гражданин должен работать бесплатно. А господин Андреевский? Нет, нет, нет. Игорь, извините. Давай не лукавить. Я тебе сегодня сказал платные. Я сказал, давай вместе будем работать. И ты свое время тратить, и я свое время тратить. Вы только что сказали. Я тебе сказал, что платные? Конечно. Так было? Партии. Партии. Партии платные. Мы эти реформы либо делают, либо не делают. То, что я наблюдаю, вот риторика, или мне ближе, наверное, квалифицировать это как демагогию. У нас постоянно об этом говорят, что ну как же мы, ну чего мы сейчас Гурина будем снимать, там Китрару. Давайте всю систему менять. То есть это же одним махом не делается. Потому что мы сейчас законы будем менять, посылать в Венецианскую комиссию, согласовывать. Пройдет еще лет 10, мы останемся на том же месте. На самом деле, когда Михаил Саакашвили решил что-то поменять в этой полиции, вот я смотрел выступление этой дамы министра, она сказала, мы просто за один день уволили всех полицейских, которые, эти, адженси, рутеерь, ну, гаишников. Набрали новый состав, сокращенный, дали зарплату, нет взяток. Все. Вот, вот эта реформа. С нашей судебной системой. Именно так. Да, понятно, что пострадают многие, и многие там наверняка есть и незапятнанные или честные судьи. Но иначе реформировать эту систему уже нельзя. Она уже настолько обросла всеми вот этими связями и всем, что вот говорить, что давайте мы как-нибудь изменим процедуру, может изберем новый состав вот этой, совет магистратуры. Мы видим, как это происходит. Это все время, это постоянное реформирование. Мы видим, кто был назначен и у прокурора Муниципи Кишинев. Мы это видим. Виктор, речь идет о том, что Саакашвили обладал необходимым полномочиям. Он был президент страны. Он авторитарный президент был. Он много как бы и нарушил там, и в том числе и законы Грузии, проводя эти реформы. А кто у нас это может сделать? Наш президент? Или кто это может сделать? Нет, сейчас не кроме того. А что нужно вот сейчас? Подождите, господин Андреевский, господин Андреевский, господин Андреевский. Хорошо, да давайте мечтаем. Кто может сделать это? Вопрос. Так вы сравниваете, вы считаете, что молдавский Саакашвили это Влад Пахотнюк, да? Ну почти. Нет, он больше похож на того бизнесмена, который... Иванишвили, который пришел вместо него. Но я вернулась из Белиси недели назад, могу вам сказать, что там уже разочарование вынесли. Не, 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 я вам скажу так, что вот я верю, что Плахотнюк может навести порядок. Это я абсолютно верю, если захочет. Но я не знаю... В свою пользу. Да, даже известно, как в свою пользу. Ну да, давайте, как бы... Не, ну простой пример. Теретьте, сейчас, секундочку. Я закончу. Группа Петренко за что сидит? Сейчас... Прокурор Рыжкановки назначен его прокурором университет. Причем такой прокурор? Сейчас, сейчас... Такие заслугами? Я закончу. И реформы нужны, чтобы вот такие вещи не происходили? Я не очень уверен, что Плахотнюк будет реформатором. Вот как не был, к сожалению, реформатором и до какого-то предела Воронин. Пока группа Ткачука, а другие... А зачем ему становиться тогда премьером? В том-то проблема, что ему это, я думаю, абсолютно не нужно. Он бы... То место, которое он занимает, это самое прекрасное место. Потому что, когда Игорь говорит, что он все контролирует... Нет, он не контролировал налоговые, он не контролировал норош, он не контролировал полицию. Тогда что вас заставляет думать, что эффективнее и лучше премьера на данный момент в Молдове не может быть? Да, авторитарного премьера, который наведет порядок, я не знаю, на год, хотя бы закрыть все дыры в этой стране. Вот это он сможет. То же самое говорят либерал-демократы, премьер, независимый, сильным мандатом, который не подчиняется. Авторитарный режим сингапурский. Но там, вы меня извините, человек пришел к власти со своей командой, он первым делом, там, в первый же год посадил ближайшее окружение. Не надо, он посадил там через 34 года, он никого не сажал. Сажал. Нет, он сажал, когда уже зажрались его сторонники. Есть авторитарный режим в Беларуси, где абсолютно все знают, что, не дай бог, батька заметит дорогую машину, либо большой особняк. Это там не принято. Здесь как-то все совсем по-другому. Здесь, да, есть элементы авторитарности, но при этом, мне кажется, подход к стране совершенно другой. Понимаете, безусловно, если бы был какой-то, как там у Гоголя, нос от этого, там, это, волосы от этого и так далее, какой-то симбиоз, вот такого, как... Я, кстати, надеялся, что таким симбиозом станет Филат и Плохотнюк. Потому что у Филата были поползновения к реформам. К сожалению... Два самца на одном поле не могут остаться. Сейчас все, как бы один самец выиграл. Господин Андреевский, что мешало господину Плохотнику на протяжении шести лет реформировать прокуратуру? Хорошо, понятно, что там, где зеленые, там беспределы. С этим мы уже определились. Но что мешало господину Плохотнику реформировать прокуратуру? Центр по борьбе с коррупцией? Ну, что, непонятно? Антимонопольное? Нет, нет, одно дело, если бы он там... Я сейчас скажу, если бы он был премьер-министром, он мог бы пойти на такие вещи, имея власть. А также рассуждение у нас, логика пацанская. Я реформирую, посадят своего прокурора, он будет против меня. Я реформирую, посадят своего, он будет против меня. У нас же никто не верит, что появятся честные люди. И на самом деле, как не реформируют, у нас, говорят, не аффилированного человека. Я не поняла, что ему мешало реформировать эти структуры, те структуры, которые были в каком качестве? То есть, в каком качестве? В качестве человека, который, к примеру, ежемесячно передает в конвертах деньги дополнительные. Ну, как он, в каком качестве? В качестве... Человек, который их финансирует, господин Гребский. В качестве вице-председателя партии, который отвечает за управление страной. Я отзываю тебя, я назначаю другого. Как реформировать? В обществе должна потребность. Общество это должно, а не один человек. Общество, мне кажется, уже орет, воет, ноет, лежит. Так вот, орет, но ничего не делает. На самом деле, у нас кто-то продвигает реформу прокуратуры сейчас. Петренко пошел... Вот у нас Петренко попробовал сидеть сейчас. Слушай, я со своих окон видел, как он пробовал. Оставим, это не тот метод, когда реформирование прокуратуры, когда врывается в прокуратуру. На самом деле, не будет реформировать ни Плохотнюк, ни Стурза, ни Майя Санду, если не будет общественного запроса на это. Ну, никто не будет заниматься этим. Но есть запросы. А вы считаете, что нет на данный момент запроса на реформирование? Да, мы в воскресенье потеряли последнюю представитель гражданского общества платформу, которая могла быть методом давления. О чем вы говорите? Вы так поддерживали эту платформу? Я читал все ваши высказывания платформы. Да ради бога, не надо. Господин Андреевский. Да ради бога, не надо. Давайте, если мы будем уже так конкретно говорить. Я как раз все время выступал за то, что платформа инициировала что-то и постоянно об этом говорил, а не просто жест. На самом деле, вы сейчас можете платформу закрывать. Вы практически все добились. Оставки правительства вы хотели. Это демократическая партия сделала. Осталось еще какие-то мелочи. Вот и вывод демократическая партия. Демократическая партия. Я только говорю по очереди. Появилась партия. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Мы вернулись в студию. Все, это уже не пауза. Продолжаем говорить о том, на самом деле, о идее выдвинутой господином Андреевским. Кто у нас эффективнее, краше и стройнее среди всех кандидатов на должность премьер, господин Андреевский уверен, что это похотнюк. Я возвращаюсь к своему вопросу. Почему за 6 лет не реформировал ни одну из своих структур? Ну, на самом деле, я еще тоже отвечаю, что реформировать надо иметь власть официальную, потому что на самом деле нужны официальные рычаги. Если ты хочешь реформировать таможню, ты должен быть премьер-министром, ты должен начать работать с таможней. Если ты хочешь реформировать министерство, которое у нас очень неэффективно работает, ты должен быть премьер-министром. Это касается МВД, это касается Министерства финансов, налоговой и так далее. Это единственная рычаг. Кстати, Филат пытался сделать кое-какие вещи, и при Филате не было серьезных проколов, ну, при том, раннем Филате, сейчас, когда он был премьер-министром. Но на самом деле, я повторяю, ну, нету сейчас вот нормального другого выхода. Или мы должны уйти на досрочные выборы со всеми возможными рисками, или мы должны доверить ему власть уже с возможными рисками для него, не для нас, потому что мы еще можем потерпеть год. Можно? Да. Господин Андреевский, а вы себе представляете, господин Плохотнюк премьер-министры, и он должен согласовывать с консилию альянсей, с консилию лидеров альянсей и так далее. Этого не будет. Почему не будет? Альянса не будет. Филата вот это, отправили вот это с волчьим билетом в отставку за то, что он этого хотел, чтобы премьер-министру Сануфи инкорсетат. А вы говорите, что Плохотнюк, какие у него рычаги, и зачем нам, гражданам республики Молдова, доверять судьбу государства человеку, который и так все контролирует? Ну зачем? Я вот это не понимаю. Или мы граждане, или мы эффективные политики, которые... Мы путаем разные формы контроля. На самом деле... Как ГИМПу поведет себя в этой ситуации? Потому что ГИМПу поведет, три из прозрачей, три из прозрачей, три из прозрачей, филат. Ну вот вы улыбаетесь. Ну мы все прекрасно понимаем, никуда ГИМПу не генется. Может быть, вы выйдете и вы на площади, будете протестовать против этого положения дел, а не предлагать эффективные методы, как Лохотнюка сделать в Сесильном в республике Молдова. Что предлагать на площади? Бороться с этим режимом, требовать деполитизацию институтов... Я постоянно это требую, я пишу об этом. Это не видно. Вы бы поддержали в этой ситуации господина Стрельца, который требует... Смотрите, какая логика гениальная господина Андреевского. Шесть лет он действительно об этом пишет. И там есть на его сайте интересные мысли про коррупцию, про люстрацию. Эти вещи надо применить. Шесть лет никто это все не применял. Наоборот, это все процветало. В борьбе с коррупцией всегда побеждала коррупция. Шесть лет власть контролировалась господином Плохотняком. Сначала это было напополам с Филатом, потом доля Филата все ужималась, и сейчас мы видим, чем закончилось. И теперь господин Андреевский предлагал все это. За шесть лет никто этим не воспользовался. Он предлагает, чтобы мы униженно просили господина Плохотняка возглавить это все, когда он эти шесть лет не делал. Ну, люди добрые, ну, что мы обсуждаем? Потому мы и дожили до такого, что у нас вот такие предложения. Виталия Александровна. Я вам даю исторический шанс. Не надо нам давать исторический шанс. Я даю платформе исторический шанс. Вы получите врага, против которого будете бороться. Не хочу я бороться в этой жизни. Все правильно. А вдруг он сделает это? Да не надо мне вдруг. Вдруг мы знаем, что бывает. Шесть лет мы видели это вдруг. Я прошу по очереди говорить. Дело в том, что я не знаю, сделаете ли вы, когда придете в власть. Это тоже вдруг. Мы еще не пришли к власти. Можно ответить? А как же я под этим? Господин Андреевский, вы знаете, вы сегодня меня назвали лжецом. И мне это сначала было обидно. Потом я подумал, что нечего обижаться на вас. Потому что вы были в платежных ведомостях господина Филата. Сейчас, мне кажется, вы добиваетесь включения платежных ведомств господина Пухотнюка. Игорь, а вы уверены, что я был в платежных ведомствах Филата? Вы публично признали, что я могу вас цитировать. Секундочку. Вы уверены, что я был там? Вы признали это. Я следил за вашим сайтом. Вы признали, да? Брали деньги. Секундочку. Я признал, что я брал деньги. Конечно. Вы вдвойной лжец. Господин Андреевский. Сейчас я объясню. Я, во-первых, вы обратите внимание, какая там сумма была? Да я не хочу обращать внимание. Там была... Это телезрителям не интересная. Я думаю, интересно уже. Нет, 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 нет. Это было в копии. Возвращаться к теме обсуждения. Мне иногда оказывали помощь техникой и так далее. Конечно. Если вы можете доказать, что я брал деньги, вы признали. Докажите. Вы признали. Зачем лгать, если я не говорил об этом, что я брал деньги? Это не имеет сейчас уже никакого значения. Все. Я предлагаю поставить здесь точку и вернуться к теме обсуждения. Хорошо. Не будет назначено правительство. Что дальше? В случае, если не будет оно назначено? Досрочные выборы? Избрание президента? Эти сценарии сейчас кто-то рассматривает? Или это настолько далеко и настолько сейчас непредсказуемо, что никто не будет. Я думаю, что сейчас не рассматривается. Я говорю, по-прежнему разрабатывается сценарий избежания выборов. Не в долгосрочной перспективе уже вот эта конструкция вместе с Воронином. Сейчас она не рассматривается. Эта задача оставлена на потом. Сейчас надо решить вот эту сиюминутную задачу. Текущую задачу. Текущую задачу. Крупных задач уже никто перед собой не ставит, поскольку не решаются мелкие задачи. Когда мелкие начнут потихонечку решаться, тогда можно будет думать о более крупных. Ни о каких стратегиях мы уже не говорим. На самом деле это мифы о долгосрочных стратегических планах и так далее. Они оказались сильно преувеличены. мы видим, что на самом деле вот эта вот громадная машина, которая, казалось бы, все контролирует и везде все, в том числе информационную политику, дает серьезные сбои. Оказывается, она точно так же начинает не ездить иногда, глохнуть на перекрестках и так далее. Фактор президента надо здесь как-то учитывать? Может президент вдруг разродиться неафилированным кандидатом? Фактор президента в последние дни усиленно муссируется и по тому большому напряжению, которое было видно со стороны полчища троллей, о которых вы говорили со стороны демократов. Можно сделать вывод, что проблема на самом деле существует. То, что Плохотнюк и Демпартия опасаются неконтролируемого какого-то движения со стороны президента. Писались даже разные версии. Вот в том числе и Дмитрий какие-то по этим событиям мы не будем ни утверждать, ни опровергать их. Но факт тот, что проблема существует и Плохотнюк столкнулся впервые наверное вот с этой проблемой либерал-демократов. Он увидел, что они не покупаются оптом, не в розницу. Вот как так вот это не работает. И когда машина дает сбой, возникает вполне незакономерное опасение, что сбои будут возникать и дальше. Ведь это уже было продемонстрировано. Многие увидели, что либерал-демократы все-таки выстояли. Выставят они уже полтора месяца и держатся вместе. Значит, возможно, и другие некие очаги сопротивления. На самом деле вот этот тотальный контроль не такой же он и тотальный. И если президент вдруг захочет под конец мандата проявить волю и решительность, то я этого не исключаю, например. По крайней мере, то, что опасения со стороны демократов и Плохотнюка есть, это совершенно очевидно. Стоит ли ждать от президента такого независимого шага и выдвижения кандидата, который не факт, что будет поддержан большинством парламента господин Чумашенко? Или это тоже часть этого сценария? Ну, сам он вряд ли что-то придумает, если ему как бы посоветят. Американцы подскажут, европейцы подскажут, на другое ухо нашепчут. Бухарест подскажет какую-то кандидатуру. Надо выходить из кризиса, давай будем форсировать события. Он может, но тут сразу у юристов такое счастье для них наступит по толкованию статьи соответствующей конституции, что такое парламентное большинство, что значит как бы посоветоваться. Консультация с фракциями это просто встреча, например? С фракцией, с фракцией. Нет там большинства. Да, но если у него не будет, то есть он, если, я думаю, что любая кандидатура, которая не устроит вот этого персонажа, о котором мы полпередачи говорим, она не пройдет просто. То есть, хотя, впрочем, встреча американки с Ворониным, она тоже, в общем, не совсем мы знаем, о чем они говорили, то есть не исключено, что... Интересно. А зачем вообще американка встречалась и с Воронином? Ну, не знаю, только спекулировать можем. Она могла попросить что-то делать или чего-то не делать. А вот в переговорном процессе, что будет поспособствовать? Ну, вот, в критические моменты декабрь 2003 года меморандум Козака у американцев всегда находились аргументы для того, чтобы повлиять на Владимира Николаевича. Убедить Владимира Николаевича. Да, в чем-то. Может быть, сейчас тоже такой момент. То есть не исключено, допустим, коалиция Пеле, Пеледеме и Печереме. То есть они, ну, всякие коалиции могут быть. Вдруг они того же Стурзу проголосуют. но это потому, что со Стурзой Воронина знаком, его сын работал в банке со Стурзом. Тут могут они найти какие-то точки пересечения. Но это неприемлемо совершенно для Плохотнюка. Есть еще один фактор очень важный. Я думаю, что любая кандидатура на пост премьер-министра сто раз подумает прежде чем примет предложение. Потому что в любой момент человек может быть отставлен с волчьим билетом по подозрению в коррупции. И человек поставил крышку на свою политическую карьеру. Вот то, что создал наш любимый конституционный суд совместно с господином Плохотнюком, это сейчас зависает над головой любой кандидатуры на пост премьер-министра. Может быть, если господин Плохотнюк согласится, быть премьер-министра никто не смеет отставить его по подозрению в коррупции. Вот с этой точки зрения господин Плохотнюк идеальная кандидатура для позиции. Его никто никогда даже не посмеет за подозрение в коррупции. Какая коррупция? Пусть они хоть что-то сделают уже. То есть они действительно уже смешными становятся. Вот эти все партии правильские, президенты, все эти структуры. То есть шесть недель прошло, шесть недель осталось, они не приблизились к развязке. Как хорошо, когда вы говорите пусть они хоть что-то сделают, вы имеете в виду что? Пусть, к примеру, либерал-демократы отступят уже премьер-министра свои условия. Пусть начнуты хотя бы эту процедуру. Они начали. Они говорят, не за переговорами. Нет, выдвинут кандидат, потому что первый кандидат никому ничем не грозит. Пусть президент кого-нибудь выдвинет, хотя бы для... Они три года избирали господина Тимофтия. Сейчас целый год политический кризис, правительственный кризис, когда президент только намекнул, что он готов по конституции прийти со своей кандидатурой. Не сметь, не сметь, пока мы вот это не нашли. А, кстати, человека, который... Нас. Да, да, будет нас не строить. А, на ваш взгляд, кстати, почему сама идея, что господин президент может выдвинуть независимого кандидата вызвала такую бурю критики, негодования в рядах так называемых проплухотниковских блогеров, комментаторов? Это было очень заметно на прошлой неделе. Я абсолютно нормально отношусь к этой идее выдвижения со стороны президента кандидатуры. Более того, как бы были у меня разговоры с людьми близкими. Но я вас в другом спросила, почему они так критиковали эту идею? К президенту. Сейчас, секундочку. Но я думаю, президент, прежде чем это сделать, он все же должен провести более широкие консультации и назвать фамилию, кого он хочет выдвигать. Это очень важно и для общества, чтобы мы знали реально, кто выдвигается, и для партии, чтобы можно было обсуждать этого человека. Потому что надоели уже эти коты в мешках, которые в самый последний момент вытаскивают. И вообще, меня удивляет, если действительно у кого-то есть идея там демократической партии, что должен быть Плохотнюк, надо назвать, мы будем выдвигать Плохотнюка. Господин Дьяков об этом открыто сказал. Господин Сырба об этом открыто сказал. Они уже об этом открыто сказали. Партия, партия должна сделать. Не отдельные лица. Кого хотят выдвигать либерал-демократ, надо назвать. Понимаете, они должны, они с общества не хотят обращаться. То есть, вот у нас есть кандидатура. А какая кандидатура? Кто эта кандидатура? То есть, демократы, они поддерживают суверенитет. Хорошо, все-таки, а вопрос, почему сама идея, что президент может выдвинуть независимого кандидата была так атакована в семье? Ну его же выбирали, мы же все знаем. По принципу, накорми собакой ничего не тратит. Какая самостоятельность? А другом? Вот если бы президента избрал народ, то он так бы поступил. Понимаете? На самом деле, я думаю, есть как бы опасения досрочных выборов. Это первое, потому что не пройдет кандидатура. Никто не хочет из тех, кто в парламенте, возможно, наполовину Додона, чтобы были досрочные выборы. Но какая-то половина Додона тоже не хочет этих досрочных выборов. Он не готов, он сейчас проиграет и Хусатому, и будет как бы... У них есть решение съезда, то есть как бы уже новый съезд не соберешь? Не, ну, понятно, что они не будут голосовать и так далее, но вот эти все три партии, плюс, ну, может быть, даже Лянко успеет немножко выскочить, там, где-то на периферии что-то собрать. Они очень крупно проигрывают, они не готовы к этому. Это первое. Второе, они тоже не готовы к какой-то кандидатуре, которую они не будут контролировать. Им не нужен такой кандидат в премьеры, такой премьер, который полностью скажет, вы знаете, меня назначил президент, я буду делать все, что хочу, мне нравится, распускаем парламент, я иду на выборы как независимый, вот блок образую и все. То есть, это как бы игра такая не по их правилам, поэтому, безусловно, они не хотят этого. Вот разница между нами и Румынией, действительно, господин Бацан прав, Йоханнес выбран всенародно. Йоханнес... А вот те же полномочия? Те же полномочия, плюс-минус, немножко больше, чем у нашего, это уже там было, это кастрированная реформа в 2000 году, и вот он не побоялся взять на себя ответственность, будучи выбранным всем народом, предложить, мы говорим, что не может быть технократических правительств, это абсурд, европейцы... И назначил приличного человека, уважаемого человека. Это уже дело вкуса, но он назначил технократического премьера, не связанного ни с какой партией, который сам подбирал себе команду, в европейской стране, не бэкнули, не мэкнули, парламент Румынии, проголосовал, 360 с чем-то голосов. Вот что значит независимый президент, и реально выбранный народ. Поставьте уважаемый президент, потому что он независимый и уважаемый... Ну хорошо, но с точки зрения институтализации, он независим, потому что его выбрал народ. Этого выбрали по сговору несколько олигархов, я уже сказал... Три года. По принципу, по принципу, на корме собакой ничего не трогай. А что мешает ему быть независимым? Есть... Он президент. Чувство благодарности тем, которые его посадили. Когда мы создали захваченное государство, и в нем еще и механизм такой, что президента назначают по принципу два олигарха договорились, это невозможная процедура. Ему даже вообще... Вы знаете, как за утро он говорит? А что там ребята сказали? А что там ребята сказали? Сейчас остался один парень. А если бы Талмача выбрали, он был бы независимым? Талмача бы никогда не выбрали, потому что и выбирали бы по этому принципу. Поэтому выборы всенародные президента это является... Я не говорю, что это решает все проблемы, но это один из шагов, который двигает нас в сторону от пропасти, куда нас толкает это захваченное государство. Вот премьер Румынии, он самый-самый наглядный. И неправда, что не может быть технократического правительства. А я бы хотел напомнить не только премьер Румынии. А премьер Армении, где отказывается? Нет, даже не Армении. Я вот помню, и многие помнят, наверное, когда у нас президент назначал кандидатуру премьера, когда ему давались две недели, когда премьер бегал, подбирал команду, когда премьер составлял программу, а потом шел в парламент и уже дальше защищал команду и программу и голосованием. И посмотрите, что прошло 15 лет и насколько деградировал весь наш политический процесс до того уровня, когда мы говорим, нет, подождите, этот устроит, ага, так, а с этим ГИМПу не согласится, здесь пятерых возьмут, здесь сольких. Мы отсюда возьмем, но главное, чтобы он вообще там как бы не выпендривался и ничего не говорил и вообще у него никакого своего мнения. Программу, какую программу? Вот тебе она, программа, вот тебе министры, вот тебе мы тебя сюда насыпали, это сюда не лезет, это транспорт, это наше, там, это, там, и до чего, до чего мы в конце концов. У нас в ВСЕНОРОТе избранном президенте то же самое было. Вспомни, по квоте коммунистам досталось МВД, еще что-то там, когда выдвигали правительство то ли Чебука, там, меня, Чебука. Давайте вспомнить, тебе был, или ее министром. Было понимание хотя бы на уровне элит, что премьер это независимая фигура, что правительство это команда, что у премьера должна быть команда, которая с ним сработается, что у него должна быть своя программа, да, там, кто ему писал. Никакого консилиума никакого, никакого альянса, который мог вызвать на ковер и президента, и премьера, и спикера парламента. Сейчас мы скатились куда? Что у нас был единственный независимый премьер? Басилитарев. Сангелия. Вот сангелия Никто не решался, ни Лучинский обратился, ни президент Снегов что-то попросить. Переходим к выводам. Ваш самый вероятный прогноз на события до Нового года будет правительство, не будет правительство, или зайдем в 2016 без премьера? Господин Чумашин. Мой прогноз, что или плохотнек премьер, или досрочные выборы. Господин Андреевский. Или досрочные выборы, или плохотнек премьер, или марионетка премьер, который рано или поздно приведет к досрочным выборам. Господин Чубанов. В Новый год без подарков. Пройдем просто так под записанные поздравления по телевизору. Ближе к китайскому Новому году что-то слепится. Слепится, скорее всего, китайский Новый год в феврале. Ближе, к 22. Ближе. Ближе. К концу января. Значит, вот слепится нечто из того, что было. Будет это не плохотнюк, но это будет фигура, которая все равно будет устраивать скорее демократов, чем всех остальных. Обзываться это будет проевропейским и технократическим. И как угодно. И это совершенно неважно. И проживет это недолго, потому что это не работает. Господин Сусарь. Во многом согласен с господином Чубановым. Я уже сказал, три варианта. Первый вариант. Американцы продавливают независимого реального премьера, который попытается навести здесь порядок. Такому варианту я даю максимум 10%. Потому что я уже сказал, что для демократов это очень опасно. Да и не только для демократов. Второй вариант. Демократы выдергивают из всех фракций по несколько независимых депутатов. Голосует премьер-министра. Может быть даже формально независимого, но контролируемого демократами. Это не будет плохотнюк. И третий вариант. Этому варианту я даю где-то процентов 60. И процентов 30 я даю, что будут досрочные выборы. Причем, что даже если будет вот это вот досрочные выборы, думаю, будут по-любому. Но просто если будет это вот правительство марионетка, как сказал господин Андреевский, который, скорее всего, 60 процентов я даю такому варианту, оно придержится недолго, и досрочные выборы просто будут осенью. А в противном случае они будут весной. И господин Пацан, пожалуйста. Госпожа Марайович, зачем вы задаете такие сложные вопросы? Накануне Нового года загадывают желание. Вот мое желание это жез Альянс. Вот и все. Он уже давно жез. Все никак началось. Надо это оформить, пойти к гражданам и дать гражданам высказаться. Сколько можно терпеть? Шесть лет терпели вот эту коррумпированную, совершенно коррумпированную власть. Что мы вот... Либо мы граждане, либо мы стадо идиотов и баранов. Вот моя точка зрения. Вот и все. Я думаю, все-таки мы граждане. Рано или поздно мы все это поймем. Спокойной ночи. Увидимся завтра в 21. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!